Это простой человек, как и все остальные люди. Совершенно простой, обычный, живой человек. И ничто ему не чудо, я сейчас скажу, вообще ничто. Поэтому я бы хотел, чтобы такие были все простые люди и понимали простых людей. Их чаяния, надежды, мечты. Тогда будет все хорошо. Айда Шокин, можно сказать, по любому делу, которое я закончил, направлено было в суд. И был честный приговор, который всплыл законную силу. Либо это дело, которое я прекратил и спас того обвиняемого, который не совершал какого-то преступления. Вот его в этом обвиняли. Это тоже Айда Шокин. Ко мне это осталось, нет, от Ервема Виталия Григорьевича. Я здесь ничего не переделывал, вот совершенно. Ему это осталось, он от Пшонки. Как я знаю, он все время показывал этот кабинет всем, по-моему, здесь все были, вот так, корреспонденты, снимали. Потому что, по-моему, он не новый. Это фотография, я точно не помню, какого она года, к сожалению. Но она довольно старая, как видите. Я еще темненький. Вот это было здесь, на Лизницкой. Была прокуратура города Киева, когда-то давно очень. Это наша группа, следственная группа. Мы можем поехать к Латвику Степан Васильевичу, это бывший прокурор города Киева, зам генерального прокурора. Вот он тоже был посредствию. Вот. Я считаю его своим учителем практически. Вот. И всех он их знает. Помогал им в их становлении. Ну, мне может больше, я и самый молодой всех, как вы видите. Что, седаем? Да, конечно, что ж, тянуть это дело. Так, сейчас открываем водичку. Да. Чайочек поставим. Каву дали в красе. А что у вас за кава есть? Кава есть, это требует покликать женщинку, я не знаю машину, как включить. Бутерброды есть. А сало есть у вас? Сало есть, сало нарежем. Так нарежьте. Все есть. Что за Украина, без сала? Да. Да. Так тоньше нарежьте. Как вы это нарежете? Боже, боже, дайте я порежу. Ну, нарежь. Дивіться. Ви хотите сказать, это воно еще мерзне. Да и слава Богу. О, какие плюсики. О. Без дружины мы, как без рук. Да, без дружины. Ну, я же не винный, что ты приехал в такой час, что дружины нет дома. Я так специально приехал, чтобы нормально поговорить. Вы же видите, что делается? Процесс доказывания, вы знаете, он здесь. Сейчас ты бегаешь, новые экспертизы проводятся, зовсім новые. Когда при вас таких не было экспертиз. Отказайте справу про Белое братство. У этой Марии Деви Христос мама, майор милиции. А кто ей увлек у этого сектора? Ну, кто? Кривоногого. Был в Донецке. Она читала там эти лекции свои по Белому братству. С ней познакомилась. Она была журналисткой. Очень неплохой журналисткой. Ну, она же, по-моему, в райкоме комсомола роблена. И в райкоме комсомола делала. Она считала, что она мать земли русской и всей земли вообще. Потому что, если вы помните, она сделала 10 абортов. А 10 абортов, у ней была клиническая смерть. И она мне сама лично рассказывала о том, что она попала на небо, увидела кого-то и ей сказали, что она матерь мира, мать, которая всегда должна спасать и спасет, спасет, спасет. Сын у ней был наркоман, к сожалению. Все, кто был участником этого Белого братства, продавали все. Квартиры, машины, все, что есть. Я помню, что на прием до меня приходили, приезжала десь батька и мать, десь с Сибири, что дети продали все, и майно, и забрали все, какие там заощаджения были, и приехали сюда, в Киев, чтобы только быть в Белого братства. И, на жаль, нияк не удалось их забрать им назад. Ну, вы знаете, я вам скажу, что многие меня спрашивали в то время, да и потом, вот какие причины, почему так люди вошли в Белое братство. Я думаю, что все же это были какие-то испытания спецслужб того времени, того периода. Знаете, период холодной войны, потом гонки вооружений. Они пытались найти какое-то новое оружие, новое влияние на людей, на их сознание. Но я очень рад, что мы смогли присоединиться к деятельности этой секты. Действительно, люди уходили нищие, голые и босые. Ну, последний пример, когда она была задержана, да, то дети и остальные голодали. Вели сухую голодовку шесть дней. Сухая голодовка, это страшно. Да ни воды, ничего. И только мы смогли ее уговорить, я с ней каждый день беседовал. Вот я в восемь утра, полгода приходил к ней в камеру, в средственный изолятор, в рабочий, и до конца. Я сумел ее убедить в том, чтобы она дала согласие, чтобы дети бы хотели голодать. Большое время выделяем именно в налаженном борьбе с коррупцией. И получается вроде бы так понихоньку, я не скажу. Борьба с коррупцией, это не то, что многие понимают, что это поймал взяточника, посадил в тюрьму, и он больше не будет уже провязать так. Я считаю, что коррупция это намного шире явление. Нужно выращивать детей с измельства, одно поколение, второе, может быть, три поколения, чтобы у них в голове не было одной жестокости или жесткими мерами коррупцию, мне кажется, не победить. Нужно очень большой комплекс, чтобы комплекс делали нормальные, честные, прозрачные люди. Тогда это может получиться. Но прежде всего, мне кажется, это надо начинать с детей, с детских садиков, ясер, ну и семья, понятно. К сожалению, мы сейчас немножко забыли о том, что семья – человек и общество. Но тем не менее это так. А волей-неволей воспитывается ребенок в семье большую часть какого-то времени. И следа обитания тоже на него очень поиграет большую роль. Вот наши два окна. Это окно, и это рядышком окно. У нас была трехкомнатная квартира. Комната одна, 9 метров, где жили отец, мать и я. Вторая комната жила родная сестра мамы с мужем. И вот в этой комнате жил брат. У нас здесь стояла скамея еще такая. Здесь сейчас все садились, отдыхали. Садики были прямо вот до дороги. Здесь было, выращивали клубнику и то, и то. А вот там, вот там сейчас дома стоят большие, там у нас был огород. Большой огород, такой яр. Мы там выращивали картофель. Там был погреб. Что интересно, в этом погребе мама пряталась в войну от немцев. Но потом я родился. Раньше была такая мода, на подоле здесь лежать голубей. Это была болезнь просто. И был один здесь у нас инвалид, Толик Пен, как сейчас помню его кличка была. И вот он воровал голубей. А брат с сестрой собирались идти в театр. Вова брат собирается, надел белую рубашку, галстук собирается. Прибегает мать Толика Пена. Вот Володя, Володя убивает Толю. Мы выбегаемся во двор. Я куча детей, такие, как я малолетних. И выходит Володя. Он у меня крепкий был. Три какие-то мужчины, или как это звать их, с ними женщина. Вот очень быстро положили всех троих, рядышком так троих пацанов этих. Но они собираются уходить, они лежат так уже хорошо. А эта женщина в таком плащике была, как сейчас помню, как это было вчера. Подходит к нему. И где нам взяла камень, я не знаю. Подходит к нему, и камень бьет прямо в лицо, под глаз. Ну, так шрам и остался нам всю жизнь, пока он был жив. И так кровь, знаете, алая кровь, на белую рубашку. Фу, струей так вся. Я ему кричу, Вова, бей ее, бей ее. Он так на меня посмотрел, Виктор, детей бить, женщин бить никогда нельзя. Запомни это. Это запомнил всю жизнь. Кстати, такой сарай был интересный, да. А в сарае была баня. Ну, что какая баня? Это бочка с водой, и все. Вот мы там мылись. Как этот барак уцелел, мне сказать сложно. Но уцелел. Наверное, такой крепкий, как я. Когда я был начальной командиром в городе Киеве, в прокуратуре города Киева, эти лихие 90-е, были свои проблемы. Много убивали, очень много убивали. Много приходилось заниматься научительской работой, которая бывала подчас не очень такая, как бы благородная. Каждый месяц готовились справки по составе банды. Что банда совершила, что планирует. Это были, конечно, особо секретные документы. На что планируют совершить. И что мы должны сделать, чтобы этого не было. То есть были какие-то такие вещи, которые как бы нас защищали. Но, тем не менее, все люди, да, есть семьи, родственники. И приходилось довольно туго в этом направлении, потому что у нас-то было всего 17 лет у меня было, и 20, по-моему, 3 прокуратуре. Это 43 человек у меня было подразделение. А Киев большой город. И бандитских проработок настолько много. Ну, практически каждый день. Если вы помните эти 90-е, практически каждый день были какие-то ситуации. Какие-то. В том числе очень тяжелые. Поэтому работа прокурора, вот по передам, нельзя сказать, что тогда было легче или мягче. Сейчас совершенно другое. Я говорю в своем интервью, что мне сказали, добро пожаловать в ад. Я не понимал, что это такое. Теперь понимаю. Вот видите, эта охрана после всех этих событий просто вот такой повесила какой-то, чтобы не было видно, кто здесь и что здесь. Выстрел был здесь. Я сидел вот здесь, как разговаривал с министром, наделом Климкиным в это время. И он еще мне говорит, вот что, стреляют, говорит? Он мне по телефону говорит, когда был первый. А вот здесь сидит мой коллега, говорит, точно стреляют, давайте уйдем. Мы вышли в ту комнату. Я всегда привожу пример Кеннеди. Извините, он президент Америки. И если захотели, то захотели. Я думаю, что если меня захотят, то это тоже будет. Украло государство Шокина у друзей. Ну, примерно так можно сказать. Но это реально, потому что действительно времени крайне мало. Не хватает. У меня есть друзья по жизни, будем так говорить. То есть школьные друзья. Есть друзья, которые... Мы вместе учились в Харькове, в институте юридическом. Есть друзья по работе, которые работали вместе. У меня нет, которые очень много. Подойдя, я никогда не считал. Но я вам приведу пример, просто вы меня поймете. Я 7 лет был на пенсии, более 7 лет. То, наверное, из 100% людей, к которым я относился, так, как они ко мне, то процентов 90 так и остались. И все 7 лет подозревают, несмотря на то, что я был на пенсии. А это показатель, поверьте мне. Вот этот дом. У нас была крайняя квартира. Квартира площадью 15 метров. Комната. В ней жили отец, мать моя, я и бабушка. А здесь было громадное дерево, выше дома. И у меня жила белочка. И мы брали швабру деревянную, цепляли за деревья. Она выбегала, бегала, гуляла час или два по дереву, по всему. Никогда не убегала. И возвращалась домой. И очень интересная стена. Стена метр толщиной. И бывало, что я спал на подоконнике, это было маленький. Конечно, все сейчас изменилось. Но дом стоит. Мы смотрели аналогичные дела, как наши майдановские, в разных странах. Вот пример такой, что Вильнюс ввел такое же дело, как мы, намного менее объемное, менее объемное, прямо майдановское дело, вот чем мы. Вел 25 лет. И только недавно направили дело в суд. Мы же, ну я год, еще для меня год, вот два года, да, от нас общество хочет сейчас срочных посадок, срочных приговоров, срочно того, того, того. Но процесс поджимал с собой не только посадки, а и полностью расследовать, чтобы потом не сказали, а вот была ошибка следственная, либо судебная на основании следствия. Я считаю, что наказание будет неотвратимым в любом случае, без сомнения. Но спешить в таких делах, где стоит на кону, или, как бы сказать, и жизнь человека, его свобода, и отношения общества, потом ему это оправдать, либо реабилитировать через 10 лет. Кому это легче будет? Я думаю, никому. Поэтому прежде всего, наряду с тем, что это надо делать быстро, надо делать качественно, любое следствие, и только потом думать о скорости. Если он думает сначала быстрее и быстрее, то я считаю, так никогда ничего не получится. Начали неправильно, я рассказывал уже об этом, что начали делать следствие по эпизоду. Когда я пришел, я сказал, это неправильно, мы будем идти иным путем. Мы пошли иным путем. Я показывал, как пирамида должна идти, вот должна идти. Впереди, вверху Янукович, господин, остальные его, такие-таки, и потом только простой Беркут, который, да, он стрелял в людей, да, он убивал людей, никто их не оправдывает, ни в коем случае. Но доля вины должна быть соединенной примерами тому, кто это начал. И индивидуально подходить к каждому человеку, и чтобы наказание было пропорционально той вины, которую он совершил. Поэтому, как в Майдановских делах, так и во всех делах, я сторонник того, чтобы это было сделано прежде всего, квалифицированно, качественно, ну и, конечно, по возможности быстро. Но это не значит то, что нужно идти на сиюминутные запросы общества, которые требуют, хоть бы генеральным прокурам, дай нам 10 приговоров или 100 приговоров. Я так не считаю. На удивление, та же школа, квадрат был немножко более серый. Номер остался тот же 139-я украинская школа. Это было очень мало украинских школ, но у меня была специальная украинская школа, где я ходил в первый класс. В школе, правда, была кличка такая интересная, слом. Либо за уши, либо за силы. А кто тут старший? А кто вам надо? Ну, директор запиту что за сьемка, что вы снимаете? Я снимаю генерального прокурора Украины. Это я. Разумило. Я в классе учился, в той школе, в первом классе. Будем знакомы. Ну, просто она запиту что такое, языки учат. Скажите, что все гаразд. Моль, например, была действительно история, я любил биологию, кроме этого. Гуманитарная наука, скажем вот так. Математика у меня была не очень. Твердая четверка. Ну, не очень. А вот история и биология. Я даже вел кружок по истории в школе для детей. Ну, когда в другой школе уже был, для детей младший класс. А это уже история. Телефоны будут постоянно, мы это никого не делимся. Да. Они самые разнообразные телефоны. Телефоны рабочие. Президент, глава Верховного Совета, премьер-министр. Значит, ВАЧ, который может связаться с любым прокурором области. Прямые телефоны прокурора области есть. То есть, для оперативной работы нам, ну, неизбежно. Я тогда думал, приехать в другой кабинет, приехать в другой кабинет, но когда мне сказали, как условия с переносом этих всех телефонов, то эту мышь пока оставил. Вот это сводка, оперативная сводка за 8 февраля. Что случилось в Киеве за истекшие сутки. Вот по линии милиции, по линии ДФС, других служб. Такая сводка поступает ко мне ежедневно. Ежедневно я читаю обязательно, потому что, чтобы олимпироваться, что произошло в Киеве. Вот это есть та цветочная горка, где я работал техником. Я занимался, как ни странно, посадкой, но цветов. У нас было 3 человека, мы занимались горкой цветочной. А вообще я очень люблю природу. Сюда ходили с друзьями, просто гулять, отдыхать, воздухом дышать. Это очень хорошее место. Здесь есть практически все регионы Украины, показанные в этом ботаническом саду. Он создавался очень интересно. Это еще остались такие ступени, которые мы равняли в свое время, делали по кругу такие. Видите, как бы идет ступеньками эта горка. Это место, вот здесь, в Ботанецкий сад, очень намоленное. Здесь есть церковь очень хорошая, здесь есть монастырь муской, насколько я знаю, колокольни разные. И вообще здесь земля очень благотворная и для растений, и для цветов, и для людей. Вот белочки бегают, пожалуйста. Здесь белок очень много. Вон, пошла на дерево, видите. Не зря говорят, чем живет человек, воспоминаниями и надеждами на будущее. Я бы очень не хотел, чтобы была война, продолжалась. Я бы очень рад, чтобы у нас наступил мир в Украине. Но ты этим не удивишь, что так должно быть раньше или позже. Правильно? Удивить можно только хорошим. Плохим учили не удивлять. Пусть лучше будет маленькое удивление, но хорошее удивление. В любом случае, в любом отношении, но хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok